Дорожила, мы все-таки по второму кругу идем и пять лет назад я предупреждал, чем все кончится. Помнишь, последний круглый стол? Сказал, что если изберем Бориса Николаевича, будет мафиозное государство, диктатура, коррупция, бандитизм. Я говорю, к сожалению. А сейчас от народно-патриотического блока, от Геннадия Андреевича Зюганова, он не пришел принципиально, потому что не пришел Борис Николаевич Ельцин и правильно сделал. Я хочу попросить правительства, прекратите пугать население. Особенно я обращаюсь к специалисту по гражданским войнам, господину Сатарову. Прекратите, хватит. Я понимаю, наворовались прилично, награбили прилично, боитесь вы, но население-то не пугайте. И еще одно. Уважаемое правительство, уважаемые министры, вот я объездил 20 регионов. Займитесь делом. Вы же занимаетесь предвыборной борьбой. Всем дали задание, глава, 55 процентов, чтобы за Ельцин и доложили. В сельской местности 70 процентов и чтобы доложили. Рябово, чтобы подготовил и доложил, чтобы с первого тура прошел президент. Хватит. Займитесь делом. На крайний север нужно завозить продукты, вы не чешетесь. Детей нужно вывозить в отпуска, сваркуты вы не делаете. Учителей нужно отправлять в отпуск, вы не занимаетесь. Уборочной выбор спустя рукава провели, вернее посевную, но убирать-то нам придется, народно-патриотическому блоку. Владимир Иванович, с нами будешь. Займитесь делом. Прекратите пугать население. Это просьба народно-патриотического блока. Выборы выборами, а жизнь людей сегодня. Аман Гумирович, вы сегодня представляете себя самого или Зюганова? Я представляю кандидата на должность президента Российской Федерации Тулеева. Ясно. Вопрос. Есть вопрос, пожалуйста. У меня такой вопрос. Вот Владимир Алексеевич высказал свое отношение к религии насчет верховенства православной церкви. А ваше отношение? Вы знаете, спасибо, Мартин. У меня такое вот, ну, мое мнение, Бог должен быть в душе. И программа народно-патриотического блока, и программа КПРФ. Это частное дело каждого. Частное. То, что разрушали, не приведи Господи. Это нужно осудить и считать, что это дурной сон. Но возводим, хорошо. Но первое, надо на народные деньги. А теперь я обращаюсь ко всем священнослужителям. Вот в Сибири что делается? Человек стоит, молится, да? А ему, он молится, он наедине с Богом, а ему, голосуй за Ельцина, голосуй за Ельцина. Да что это такое? Мы для чего строим-то? А священнослужители устроили соревнования, кто больше соберет подписи за Бориса Николаевича Ельцина. Я что тревожусь? Помните, в Польше кардинал призвал верующих проголосовать за Валенцию. А верующие выбрали коммуниста Квасневского. Чем кончилось? Расколом. Но там настоящие верующие. Там же с двух лет они идут в костел. Это не так, как у нас днем бомбит, а вечером с опухшим лицом перед телевидением резво крестится. Я вас очень прошу прекратить. Не надо влазить в политику. Давайте оставим хоть одно святое место, где человек один наедине с Богом. Еще раз, это частное дело, и мы это будем оберегать. Все, по одному вопросу. Пожалуйста, слово Мартина Шакуна. Дорогие сограждане, я хотел бы осудить тех, кто сегодня не пришел на этот стол. Это действительно неуважение не только к нам, к своим коллегам, но и к вам, уважаемые соотечественники. Субтитры создавал DimaTorzok